Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Исцеление Сына Царедворца». Эта история описана в 4 главе Евангелия от Иоанна, начиная с 45 стиха. «Когда пришел Он, то есть Господь Иисус Христос, в Галилею, то Галилея не приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник». Евангелист указывает на то, что, находясь в Иерусалиме, Господь Иисус Христос сотворил целый ряд знамений, и среди этих знамений были, видимо, и исцеления людей, потому что, в противном случае, Царедворец не пришел бы и не просил бы исцелить Его Сына. Но это стало известно вообще в Галилее, поэтому Христа принимают с почетом, учитывая то, как Он себя проявил на празднике Пасхи в Иерусалиме. 46 стих. «Итак Иисус опять пришел в Канну Галилейскую, где притворил воду в вино». Приходит в Канну, и если в момент, когда произошло чудо притворения воды в вино, об этом, этого чуда не поняли ни участники пиршества, ни даже распорядители празднества, то, возможно, об этом чуде стало ясно чуть позже, и поэтому жители Канны Галилейской с радостью, радушием, удовольствием принимают у себя учителя Господа Иисуса Христа. Тот же 46 стих. «В Капернауме был некоторый Царедворец, у которого сын был болен». Эта вторая половина 46 стиха не совсем точно переведена в нашем русском синодальном переводе, потому что, если мы читаем греческий текст, то там такие слова. «И был некий царский чиновник, которого сын болел в Капернауме». Чиновник приходит в Канну Галилейскую. Но сам-то царский чиновник, сам царский сановник, вероятно, регулярно находится при дворе царя. Вопрос. При дворе какого царя, если в Иерусалиме правит Понтий Пилат? И второй вопрос. Где находится этот двор царя? Конечно же, речь идет о тетрархе, то есть правителе третьей части Палестины по имени Ирод Антипа. Тот самый Ирод Антипа, который казнил Иоанна Крестителя. И нам известно, что его столицей был город Тивериада, находящийся на берегу Галилейского озера. И, конечно же, там находилось и правительство, и, безусловно, там регулярно работал и находился, не названный по имени в Евангелии от Иоанна, царский сановник. Однако сановник работает в Тивериаде, а семья его проживает неподалеку. Это примерно 10 километров на север, в другом городе, на берегу Галилейского озера, в Капернауме. Так вот, сановник, узнав, что его сын болеет, идет из Тивериады в Канну Галилейскую, а она находится на расстоянии примерно 18 километров, и просит Господа Иисуса Христа исцелить сына, находящегося в Капернауме. 47 стих. Он, то есть царский сановник, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Если переводить дословно с греческого текста, его сын уже приготовился умирать. И отец уже имеет некие начало веры, зачаток веры. Он верует, что Христос, если исцелил в Иерусалиме людей, значит, может и исцелить его уже безнадежно больного сына, сына умирающего. Поэтому и идет туда, в Канну Галилейскую. Однако идет и просит, чтобы Господь Иисус Христос лично направился из Каны в город Капернаум. Расстояние от Каны до Капернаума составляет около 24 километров по прямой. То есть это не менее 4 часов, если идти непрерывно. Ну а если идти с остановками и учесть, что дороги не всегда прямые, то путь может составлять и 5, и 6, и 7 часов, то есть занять почти весь день. И казалось бы, просьба царедворца вполне естественна. Потому что в Иерусалиме Христос исцелял людей, находясь рядом с ними. И поэтому сановник думает, чтобы исцелить моего сына, этому учителю по имени Иисус необходимо проделать долгий путь. Но, конечно же, я как царский сановник его вознагражу. Но он должен прийти и быть рядом с моим сыном, чтобы его исцелить. И вот Господь Иисус Христос произносит замечательную фразу, 48 стих. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Во что же нужно уверовать? В то ли, что Христос исцеляет больных? Так это и так уже известно. Это он доказал, находясь в Иерусалиме. Значит, уверовать нужно в нечто другое больше. Вы не уверуете, что я есть истинный Сын Божий, равный Отцу. Вот что имеет в виду Господь Иисус Христос. А если он воплотившийся Бог, то разве нужно ему идти до такого расстояния, чтобы исцелить этого несчастного сына? Разве не может он это сделать своей волей, находясь даже в 24 километрах от этого больного? Поэтому просьба царедворца представляется в данной ситуации несколько странной. Обратите внимание, если не увидите знамений и чудес, по-гречески здесь употребляются два важных слова. Первое слово, собственно, «симеон», то есть знак, знаменье, термин, который чаще всего употребляет евангелист Иоанн Богослов, когда говорит о делах Иисуса Христа. Потому что каждое дело его имело смысл, указывало на что-то, на что-то в божественной духовной сфере. Но здесь применяется и редкий для четвертого евангелиста термин «терос». «Терос» — это «дива», «диковинка» или «чудо», нечто сверхъестественное. И то, что Христос использует подряд два этих слова «знамени» и «чудеса», означает, что не всегда знамение должно иметь сверхъестественный чудесный характер. Какие-то его дела или дела его последователей, в том числе и наши с вами дела, даже могут быть не сверхъестественные, не чудесные, но при этом сделанными, они указывают на некую иную реальность, на реальное существование Бога. Потому что как мы мыслим, так мы и поступаем. И иногда мы поступаем, зная, что есть и Бог, и его промысл, и его благодать. Когда мы себя ограничиваем, когда речь идет об аскезе, для чего это нужно? Это нужно именно для того, чтобы своей жизнью удостоверить, что Господь правильно говорит нам, когда говорит о том, что необходимо себя где-то в чем-то ограничить. Чрезмерное прилепление к материальным благам может быть губительно для нашей души. Поэтому знамения и чудеса, то, что иногда не сверхъестественно, но указывает на горнюю сферу, и то, что уже носит очевидно сверхъестественный чудесный характер. И так, говорит он, вы не уверуете, что я есть истинный Сын Божий, равный Отцу, воплотившийся Бог, если не увидите и знаки, и чудеса. 49 стих. Царедворец говорит ему, Господи, прииди, пока не умер мой сын. Действительно, он повторяет просьбу, тебе нужно прийти. И для сознания, которое предполагает, что это всего лишь великий учитель, раввин – это естественная просьба. Да, чтобы врачу вылечить больного, врачу нужно подойти, посмотреть, назначить лекарства. И даже если в данной ситуации царский сановник видит в Господе Иисусе Христе некого экстрасенса, который обладает сверхъестественными способностями лекаря, все равно экстрасенс должен быть рядом, воздействовать непосредственно своим телом, своей душой на больного. Итак, по-прежнему он, Царедворец, видит в Иисусе всего лишь замечательного, выдающегося раввина. Но ответ Господа Иисуса Христа парадоксальный, не тот, на который рассчитывает Царедворец. 50 стих. И Иисус говорит ему, «Пойди, твой сын здоров». Это в нашем русском синодальном переводе. На самом деле, в греческом тексте стоит немножко другая фраза. «Иди, твой сын жив». Эта фраза указывает на то, что прошел переломный момент, он уже не умрет, он уже исцеляется, но возможно и так, что вот здоров и сразу встал, и стал ходить. Как мы с вами знаем, было с тещей Петра. Да, были такие чудеса у Господа Иисуса Христа, но здесь иное чудо. Здесь человек очень слабый, лежащий при смерти, и вот в момент беседы его отца с Иисусом Христом наступает переломный момент. Те, кто болел коронавирусом, знают, что при тяжелой форме заболевания вот такой переломный момент наступает на 11-й день. И мне известна история двух двоюродных братьев, которые одновременно легли в коронавирусные больницы, один в Москве, другой в Санкт-Петербурге, и на 11-й день одного выписали, а другой скончался. То есть, такие переломные дни действительно существуют. И твой сын здоров, это лучше понимать, как в греческом тексте, твой сын жив, он начал выздоровление, потому что он еще, видимо, несколько слаб, и он поправляется. Вторая часть 50-го стиха. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Никаких подтверждающих это слово действий сам отец несчастного ребенка не увидел. У сановника не было каких-то дополнительных доказательств, только слово, которое сказал Христос. Пойди, твой сын жив. Значит, так было сказано. Значит, он понял, о чем идет речь, когда Христос сказал ему, пока не увидите знамени чудес, не уверуйте. И вот он верует без знамени и чудес. И идет по направлению к своему дому в Капернауме, а навстречу ему при этом идут слуги, которые увидели, что наступило резкое и значительное улучшение в состоянии его сына. 51-й стих. На дороге встретили его слуги его, в греческом тексте, рабы, и сказали, сын твой здоров. Это русский синодальный перевод в греческом тексте. Встретили ему, говоря, ребенок твой жив. Итак, он направляется в Капернаум, а они идут навстречу из Капернаума. Как уже было сказано прежде 4, 5 или 6 часов пути, где-то они встречаются. 52-й стих. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, вчера, в седьмом часу, горячка оставила его. Надо понимать и помнить, что отсчет времени производился, если это время дня, 6 часов утра, если это ночное время, 6 часов вечера. И новый день наступал как раз 6 часов вечера по нашему время исчислению. Поэтому, скорее всего, царедворец беседует с Господом Иисусом Христом днем, если это седьмой час дня, это час дня по нашему время исчислению. Соответственно, он сразу же идет в Капернаум, но наступает вечер, то есть новый день, и когда уже поздно вечером он встречает слуг, они говорят, вот, как бы мы бы с вами сказали, сегодня в час дня, они говорят, вчера в седьмом часу горячка оставила его. 53 стих. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, сын твой здоров, по-гречески сын твой жив, и уверовал сам и весь дом его. Это замечательный результат знака и чуда сотворенного Господом Иисусом Христом. Уверовал не в то, что Христос может творить чудеса, а уверовал в то, что перед ним больше, чем просто раввин учитель, больше, чем мессия, политический деятель, начинает веровать царедворец в то, что перед ним воплотившийся Сын Божий равный Отцу. Не надо Христу идти на расстояние 24 километра, чтобы исцелить больного, смертельно больного человека. Поэтому сам уверовал, но так была устроена жизнь в Древнем мире, что если уверовал он, то следовала за главой семьи и вся семья. То есть весь дом это и его жена, дети, родственники, ну и, конечно же, рабы и слуги. Встает вопрос, где-то потом в тексте Священного Писания или в Священной Истории Нового Завета встречаемся мы с этим царедворцем или нет? Толкователи предполагают, что в Евангелии от Луки в 8 главе в 3 стихе, когда упоминаются женщины, ходившие за Господом Иисусом Христом по Галилеи и среди них упоминается Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, домоправителя царя Ирода Антипы, то возможно вот этот Хуза и был как раз царедворцем, у которого Христос исцелил его сына. Христос исцеляет сына, а мать вместе с другими женщинами следует за Христом и конечно же помогает ему в его проповеди. 54 стих. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. В греческом тексте это второе знамение или второй знак сотворил Иисус, имеется ввиду второй знак в Кане Галилейской, а не вообще во время своего служения, возвратившись из Иудии в Галилею. Таким образом, первый знак был на празднике, на свадьбе и был понят только учениками Иисуса, его матерью, а вот второй знак знамения был понят уже и тем человеком, в адрес которого этот знак предназначался царедворцем, его сыном и его семьей. И реакция царедворца безусловно может быть образцом и для нас с вами. Очень часто мы просим у Господа исцеления, но получив об этом исцелении бывает забываем и о Боге и об исполнении его заповедей. Будем подражать этой благоразумной Иоанне, которая в благодарность за исцеление ее сына сама стала следовать за Господом. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.